Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я думаю не хватает силенок Даже у Гитлера не было сил Да да Вот слушай это самое Под Новый год Мой ремейк известного Советского анекдота Я думаю оригинал знаешь Но если не знаешь я тебе потом оригинал расскажу Значит мой ремейк Политбюро собралось При Брежневе И Брежнев говорит Товарищи давайте на российских блогеров подписываться Ну все достали Свои там смартфоны Он говорит а будем так действовать Возьмем русский алфавит И с каждой буквы по одному блогеру Ну буква А Аминозин Вы подписались товарищ Суслов Да Леонид Ильич Там Б Балкон и гитарюга Вы подписались товарищ Пельша Да Леонид Ильич Там В Вова Сальвова Там Г Горбовский И так далее Все буквы перебрали Да все буквы перебрали Доходят до буквы Ф И никого придумать не могут Брежнев говорит Ну товарищи Не на фархатыш нам подписываться Давайте на всех подпишемся А оригинал этого анекдота знаешь Нет Я вообще первый раз Ну это известнейший Это когда Ты помнишь момент наверное Что в 79 год где-то 78-79 Когда Цены подняли на апельсины Бананы На водку На кофе Как-то одновременно В один день Те продукты Которые вы только что перечислили У вас в Таджикистане И так их не было Брежь Нам это не так Ну вот Водка у вас была А после подорожания А после подорожания Кофе везде появилось Потому что кофе скакнуло С двух рублей до шести В три раза А это вот Кофе помню И водку помню Да Вот это подорожало А в Москве А в Москве апельсины стоили Руб сорок Они говорят Ну тоже он говорит Брежнев Давайте возьмем Русский алфавит И по одному наименованию Повысим Там А апельсины Стоили Руб сорок Они зачеркнули Поставили два рубля Б Бананы Стоили они Руб десять Стали стоить Два рубля В Водка Стоила там Три шестьдесят две Стало четыре девенадцать Так все Перебрали Опять до буквы Ф Вроде все фрукты Перебрали Ну И то же самое Брежнев говорит Товарищи Давайте на Все повысим Понятно Я Вот это я не слышал Честное слово Вот Семьдесят Я еще был Ну это еще Пешком под стол Ходил Ну в школу пошел Да Да Понятно Ну ясенько Как у вас прогулка Сегодня Как будто видели Да нет Никого Твоего друга Второго Хотел поймать У меня к нему Есть вопросы Даже респект Ему хочу выразить Вот реально Он прав В двух Вопросах То что В России Как-то Игнорируется Игнорируется Проигнорированное Было Трехсотлетие Образование Российской Империи Он это Пиарит И я тут С ним Полностью Согласен Вот И второе Что Как-то Игнорируется Вот День Особождения Отечества То есть Когда Освободили Полностью СССР Но тут Есть вопросы Потому что Неясна Дата Они то Освободили Потом снова Отступили Потом снова Освободили Ну это Вот Конец 44-го Там Как-то Когда Калининград Когда Калининград Назвался Калининград Валерий Кенигсберг В каком году Нет Но это Уже После Окончания Второй Время Войны Это По Итогам Соответствующих Нормативных Актов На момент Войны Нельзя Считать Что Это СССР Просто Смотри Если брать На 39-й год В СССР Были ряд Тех территорий Которые сейчас В Польше Город Белосток Например Был в СССР В Белоруссии И вот тут Тоже Какая двойственность Их считать Или не считать Вот поэтому Они не могут Определиться Историки Вот Как Белосток Это освобождение СССР Или не СССР Поскольку Белосток был С 39-го По 41-й год В СССР А потом Отдали Польшу Сталин Обещал Вот эту Часть Несколько Уездов Отдать Польше Или там После войны За поддержку Вот там Что там Армия была Войска поиска Или Краева Там немножко Они сотрудничали Хотя это была Оппозиция Ну что-то такое В общем В таком Войска польского Было Нет Войска польского Это была Типа она такая Просоветская А вот Армия Краева Она была Так И нашим И вашим Да И вот Что-то там Чтобы завлечь Что-то им пообещали Где-то так Понятно Ну вот Насчет Насчет Вот Основообразования Империи Да Я согласен Удивительно Что этот факт Как-то не освещают Причем Это Ну это Есть Чем гордиться Я вообще Праздником Вместо этого праздника Какого-то Непонятного Там Вот 1600 Какой-то год Вот 4 ноября Сделали бы 2 ноября Образование Империи Ну Которые Заменили Имя 7 ноября Сделали 4 А сделали 2 Я понял Почему это не делают Потому что В свете последних событий Соседи Тоже Кичатся тем Что империя Мы захвачены Мы всегда в рабстве Мы всегда порабощены Оккупированы Поэтому не хотят Сейчас начни праздновать Праздник империи Это могли сделать При Ельцине Когда делали Праздник 4 Тогда Тогда еще Все было Все было Тихо Я к Ельцину У меня такое отношение Знаете Не это Ну как сказать Я понимаю Да Если Это Это же Как бы Второй Брежнев У него Как бы В конце Он спился Брежнев Там Заболел И так далее Ну Как сказать Могло быть и хуже Если был Например Каспаров Да Например Нет Но я говорю Что Если брать Абстрагироваться От того Что он пьяница Потому что он Сыт на колеса Самолета Если вот это Не брать А брать То что В момент Его правления Да То есть Он Какой территории Россию взял С точностью До метра Квадратного Такой же И отдал Путину То есть Не изменилось Не растерял Ничего Да Не растерял Сохранил Место Унаследовал Место России В совбезии Он после СССР Хотя Могли Его Прокинуть Ну Не знаю Он там Предпринял Какие-то Действия Или так Просто Ему повезло Возможно И предпринял Потом 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 90-е Все ругают Но Было Про 90-х Что-то Хорошее Была Бесплатная Приватизация Квартир А могли Бы Не делать Бесплатно Могли Сейчас Бы Все Сидели На Социальном Найме А не На Собственности Могли Сделать Хотя Бо По Балансовой Стоимости Выкуп 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 По Балансовой Стоимости Когда Хочет Я Понимаю Что Негатива Было Много Я Не Оспариваю Негатив Тоже Был Считает Что Раз Негатив Не Было Некого Позитива Что Было Что Было Позитивное Квартир Придавали Приватизировать Это Было Как Косточка Типа Заткнитесь И Смотрите Ну Опять Такие Дефицит Исчез Это Как-то Тоже Быстро Забыли Когда Я Вот Допустим Мне Ставал Дефицит Я Как Препод Значит У Меня Были Завочники И В Магазинах Работали Я Всегда С Заднего Крыльца Отоваривался Мне Это Было Выгодно Когда А то Ты сейчас Дефицит Ну Не знаю Мне Не Разно Не Ну Я понимаю Что Каждое Десятилетие Лучше Предыдущего Исключение Только 70-е Были Лучше 80-е По Уровню Жизнь Все Ну И Может Там Какие-то Там Еще Найти Да А Думаете 90-е Были Лучше Чем 80-е Я Думаю Да Я же Говорю 80-е Нет 80-е Норма Начало Было Ничего Да А Если Брать Вторую Половину Это Дефицит Повальный Инфляция Хоть В 90-х Тоже Была Большая Инфляция Но Не Сравнить С Концем 80-х Инфляции Да Я Не спорю Было Негативы Бандитизм Коррупция Это Все Понятно Это Было Все Но Это Было Это Началось С 89-го Бандитизма Что-то Пошло Ну Да Сгласности Перестройки И всего Остального У меня Один Знакомый Говорил Сначала Будет Перестройка Потом Перестрелка А потом Будет Пересчет Тех Большая 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 Родина Что там вообще Смотрю Вообще Такой Треть Шаг Вчера Смотрел Страна Юэй Знаменательные события 2021 года И там Вот Мне кстати Это Наверло Кое-чего То что Мэра Кривого Рога Там Он Сам Застрелился Говорят Потом Другой Депутат Типа Сам Умер Передозировал Это было Месяц назад Его застралили Поляков Удивительно Что это не расследуется Почему не расследуется Такое ощущение Что это Как-то Беспредел Беспредел Творится Но это Не моя Бывшая Родина Моя Бывшая Родина Это Слобожанщина Если брать Регион Исторический А так Как страна Мы родились В СССР Я не признаю Всех этих Неадекватных Большевистских Границ Моя Тоже Правильно Тоже Правильно Я Я Я Все Время Говорю Что это Самое Вот Ленин С Троцким По Брестскому Миру Отдали УНР Харьков Донбасс Таганрог Лиски Белгород Потом Ну и часть Ростовской Области Шахты Они Потом Все это Вернули Кроме Донбасса И Харькова А Ленин Цинично Заявил Мы помогли Украине Пролетариатам Хотя Город Харьков По соотношению Великороссов Малороссов Был Превосходил То есть Великороссов Было больше Город Воронеж Город Екатеринодар Город Таганрог И лишь Немножко Уступал Городу Ростову Однако Всех Эхадарта Вернули В Россию А Харьков Он не вернул Ну в смысле Коммунисты Удивительно Почему тогда Вот сейчас Многие Скажем так Укроблогеры А также Депутаты Вот у них Там Украинском Сейме Так называют Радо Говорят о том Что Таганрог Это вообще Украинский город С какой перепугой Ну я же тебе Поэтому говорил Что он был В Украине В восемнадцатом году Потом Потом освобожден Был Деникин В девятнадцатом Потом снова Стал Украиной В двадцатом И вот Его вернули Только где-то В двадцать третьем году По-моему Или в двадцать Ну с двадцать первого По двадцать четвертый В этом интервале Понятно Вот где-то Ну удивительно Ребята Кубань Хотят вернуть Тоже То есть Все вернуть Хотят Все Крым Верните Ребята Нет Нет У них есть Три вида Этих самых Вот Которые Укропатриотов Адекватно Это те Кто выступают За Исторические Границы Украины То есть Те кто Пришли С чем Украина Пришла Из Речи Посполитой В 1620 В 1654 Году То есть Это по Полтаву Не дальше Таких Мало Есть Экстенд Значит Сторонники Националисты Сторонники Экстендут Границы Они считают Что Украина Это Включая Кубань Белгородскую Область Воронежскую Это все Это Украина Якобы И то Их позиция Я считаю Что более Логичная Тех Тех Которые Тупо Следуют Которые Тупо Значит Сторонники Вот Границ Украины В 91 Их так В школе Научили Они ПНР Считают С одной Стороны Это да Это Идеальный Гражданин Для государства Что ему Сказали То он И считает А если Рассудить Они самые Неадекватные На то Пошло А я Еще Говорю Что Когда С ними Беседую Я говорю Ну вам Это Ленин И Троцк Они были Русофобы А тем Тем более Под давлением Немцев Они могли Вообще До Волги Вам Земли Отдать Тогда Вы Тогда Вы Пели Про Украинское Место Саратов Как Поете Про Донецк И Харьков Вот так Где 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 Люди Не Могут Справиться Даже С той Территорией Которая У них Есть При Этом Хотят Раскидаться На Территории По Соседству При Этом Не Спрашиваю У Соседей А Хотят Ли Войт Вот Знаете Было бы У вас Ребята Все Хорошо Тогда Могли Спросить А Хочет Ли Саратов Или Тот же Таганрог Войти Состав Ну Здесь Не Принято Спрашивать Ну Естественно Естественно Вход В Украину Рубль Выход Два Есть Такая Пословица Понятно Понятно А Твои Как Сегодня Успехи Кого Сегодня Встречал Друзей Встречал Нет Друзей Я же По России Сейчас Хожу Поздравляю Сейчас Друг Твой Стрим Начинает Кстати Говоря Кто Микола Да Ну У него Сегодня Четверг По четвергам У него Стрим А Он Этот У него Там Какой-то Герой Украины Сегодня Будет Там Они Двоем Поэтому Не буду Мешать Зачем Ну Понятно Да Ладно Видел Дикобраза Гуляющего Под Российским Флагом Приблудилась Животинка Да Интересно И Он По Украине Ходит Он По Украине Ходит Ну Вот Я Под Украиной Сейчас Ну Они же Как Они же Любят Ходить Своих же Троллях У них же Способ Борьбы С коллаборантами Надо Тоже Сейчас Сменить Флажок Ладно Сейчас Сменим У меня Сейчас У меня Нет У меня Правильно Сейчас У меня Украина Или Россия У меня Что стоит У вас Россия Надо Сменить Ладно Давай С наступающим Всех благ С наступающим Всего хорошего Здоровья Всего самого Желаю 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 Процветания Канала В Да я шучу Я понимаю Я понимаю Ладно Давай С наступающим Всех А за себя Он был Совсем Не Разговорник С наступающим С наступающим Великобритания Великобритания Утилитарная Государство Германия Утилитарная Государство У них Есть Один Воронеж Передали 1922 С наступающим Воронеж 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 Область А в 1922 В 1922 В 1922 Липска Область Где была В Австралии В Англии Опа Так это не было Ну ищих В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят За это За то что мы живем хорошо Ненавидят И будут ненавидеть Всегда Просто потому что мы есть И живем хорошо Их в общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это глагол Русские Это Какой чей Отвечает Сучье семя Повыведем За родную Россию Как уси Их рассеют Тяжела Будет И Суповедь В 1922 Москва Супруми Отправляется С первого Кунда Проспал Скорый поезд Номер 12 Москва Супруми Отправляется С первого Пути Скорый поезд Номер 22 Пассажирский поезд Отправляется С седьмого Пути Внимание В платформе Номер 4 Прибывает Пассажирский поезд 59 Ростов Харьков Стоянка Поезда Быстро проверить Другие перроны А я посмотрю В окзал Пассажирский поезд Номер 68 Харьков Краснодар Отправляется С пятого Пассажирский поезд Генет Тихо, отец, договоримся Харьков Краснодар Отправляется С пятого Телефон Спецсвязи Первый Это седьмой Объект Со станции Харьков Ушел Тихо, отец, договоримся Харьков Тихо, отец, договоримся Тихо, отец, договоримся Тихо, отец Харьков Тихо, отец, договоримся Учить нас Харьков в Тихо 受вы Но ты мне Улица И в непогоду дорога